Литургия Теперь перейдем к вопросу, что предлагается людям на литургии. Литургия делится на две части. Первая часть — это литургия оглашенных, вторая часть — литургия верных. На литургии оглашенных могут присутствовать те люди, которые еще не крещены, которые не присоединились к церкви через крещение, а на литургии верных присутствуют только крещеные, только те, которые участвуют в непосредственной вечере Господней. Но если мы разберем подробно, что происходит, и на первой, и на второй части литургии, то мы обнаружим, что и там, и там участникам богослужения предлагается слово для восприятия, для усвоения. И вот оглашенным слово предлагается как благовестие, как поучение, а для верных оно предлагается как еда и питье, то есть слово воплощенное, потому что слово Божие — это не только библейский текст, это не только то слово, которым творился этот мир, но это еще и сам Иисус Христос. Именно он назван словом Божьим, словом воплощенным. Но так или иначе, и на первой, и на второй части литургии люди призваны воспринимать и усваивать Божье слово. Опять-таки, оно должно как-то преображать их жизнь, менять их, делать их лучше, вести их к зрелости, помогать им развиваться и так далее. К сожалению, отношение многих современных христиан к Евангелию, к чтению и слушанию Слова Божия в Церкви далеко от того благоговения, которое связано с принятием святых даров тела и крови Христовой. И напрасно, потому что и в том, и в другом случае, я подчеркиваю, мы принимаем Слово Божье, или как провозглашенное к нам, или как то, которое стало плотью. И то, и другое ради нашего спасения и ради нашего соединения с Богом. Из послания Игнатия Антиохийского «Богоносца к филадельфийцам». Я напомню, что Игнатий Антиохийский был мучеником Первой Церкви. Он погиб в 117 году во время гонения. И он говорит, что будем прибегать к Евангелию, как плоти Иисуса, и к апостолам, как пресвитерствам Церкви. Будем любить также и пророков, потому что они возглашали то, что относится к Евангелию. На Христа надеялись, Его ждали и спасались верой в Него. То есть здесь как раз Игнатий проводит параллель между словом, которое может звучать, слово, которое записано, и словом, которое воплощено. И говорит, что одинаково нужно воспринимать и то, и другое, с одинаковым благоговением, с одинаковым вниманием, одинаково к этому готовится и так далее. Но вот это вот параллель между словом Божьим, которое может быть записано и которое может быть прочитано, озвучено, и пищей проводилось еще старозаветными пророками. Например, пророк Иеремия писал так. «Найденные слова твои», то есть слова Божьи, «и я съел их, и было слово твое мне в радость, радостью сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Там в Ветхом Завете мы можем найти интересные действительно тексты, где в видении пророку предлагается съесть свиток Божьего Слова. То есть вот это вот усваивание слова, оно и в Старом Завете, и уже в церковной традиции связано с восприятием пищи. Когда мы что-то съедаем, оно становится частью нас. Когда мы слушаем Слово Божье, оно тоже должно стать частью нас. Поэтому и первая, и вторая часть литургии крайне важны. И не нужно считать, что первая менее важна, чем вторая. Теперь еще один очень важный вопрос по поводу участия непосредственно в Таинстве Вечерей Господней. Часто люди говорят, вот я причастился. То есть, описывая участие в этом Таинстве, употребляют местоимение единственного числа. Но на самом деле, правильно понимать это как не мое индивидуальное участие, а как участие всей общины. И я участвую в этом настолько, насколько я являюсь частью общины, насколько мы едины как община. Поэтому вопрос нужно поставить так. Я причастился или мы причастились? Я причащаюсь или мы причащаемся? И вот, как я уже вначале говорил, крайне важно, приступая к причастию, помнить о всех членах тела Христова. Потому что мы причащаемся к телу и кривии Господней не сами по себе, а как Церковь, как Богочеловеческий организм. И вот насколько мы едины друг с другом, насколько полны любви друг к другу, насколько полным будет наше единение с Богом в этом Таинстве Таинств. И принимая наши дары, Господь посылает нам свою благодать и наполняет нас Святым Духом. И вот принятие этих вот Божьих даров зависит прежде всего не от их качества, а от состояния тех, кто эти как бы дары приносит. И вот можно сказать, что каждая литургия — это своеобразный экзамен для Церкви. То есть Церковь должна проявить себя как нечто единое, как сообщество, которое едино в любви, а не представляет собой собрание разрозненных единиц. И вот чем больше подлинного единства, тем больше благодати и тем сильнее присутствие Святого Духа в Церкви, тем более полна Богом жизнь каждого отдельного члена церковной общины. То есть, подводя итог, я хочу сказать, что не воспринимайте никогда литургию как личное дело, только как дело общее. И если с этим есть проблемы, старайтесь что-то делать для того, чтобы ваша церковная община была более единой в любви. Идите навстречу другим людям, открывайтесь им, стройте отношения, старайтесь общаться друг с другом не только во время или непосредственно после богослужения. Старайтесь выстраивать эти прочные связи по горизонтали, и тогда ваши связи, как общины по вертикали, связь с Богом будет намного-намного прочнее. После просмотра этого ролика вы внизу найдете ссылку на интересные материалы, которые я в свое время подготовил для портала «Предание.ру», которые как раз посвящены литургии как богослужению. То есть, вы найдете уроки, которые могут вам помочь лучше понять ее, и которые вы можете использовать как для индивидуального изучения, так и для изучения, например, в группе. Или, если есть желание, вы можете даже сами собрать людей и вместе эти занятия пройти. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...